Вот, ну а я, собственно, приступаю к своей сегодняшней теме про онлайн-школу для преподавателей на примере нашей Директ-Академии. Итак, начну я, собственно, с некоторых... У нас сегодня, кстати, ближе к концу будет опрос, так что не уходите, я вас прошу принять участие в этом опросе, потому что он важен как для нас, так и для понимания вообще того, как нам поступать по одному из важных вопросов. Так, ну, несколько слов для начала про Директ-Академию. Так, сейчас я гляну, что и как у нас здесь происходит. Так, и вопросы, да, пока нет. Если что, какие-то реплики можете прямо в чат. Печатать. А если будет вопрос, лучше задавайте во вкладочку «Вопросы», я тогда отвечу. Либо по ходу дела, либо в конце. В конце точно отвечу. По ходу дела, как получится. Итак, что мы есть вообще? Как мы себя ощущаем? Мы... У нас такая, как двуглавый орел мы, двойная сущность. То есть мы, с одной стороны, онлайн-школа, то есть некое коммерческое предприятие, которое имеет окупаемость и так далее. А с другой стороны, мы площадка бесплатных вебинаров, вот как сейчас проходит вебинар. И в этом смысле у нас немножко другой функционал и другие цели и задачи. Мы просветительский и образовательный проект. Вот об этом мы еще немножко поговорим. У меня специальный слайд про это есть. Что касается площадки бесплатных вебинаров, это скорее просветительские задачи, хотя частично образовательные цели мы тоже ставим. Что касается онлайн-школы, то есть наших курсов, это чисто образовательный проект, то есть в нем, ну, хотя и частичка просветительского в нем тоже присутствует, потому что тематика у нас все-таки такова, что, ну, скажем, это не чистый рынок. Мы все-таки пытаемся работать на просвещение. Вот, но самое главное, что каждый наш курс, это не некий теоретический кусок, после которого там вот что-то в голове может остаться, а что-то не остаться. Нет, это обязательно некий практический результат, который на выходе получают участники наших курсов. Ну и Директ Академия все-таки это не отдельное юридическое лицо. То это проект, который, проект компании Директ Медиа, который интегрирован с другими проектами. Ну, в частности, у нас присутствует в достаточно большом количестве вебинары наши, как говорится, продуктовые вебинары, то есть в которых мы объясняем, как работают продукты компании Директ Медиа. Особенно ее флагманский продукт, который называется Университетская библиотека онлайн. Для кого мы существуем? Я бы не сказал, что это не то чтобы осознанный выбор. Это, конечно, осознанный выбор, но во многом это случилось потому, что компания Директ Медиа работает на этом рынке как раз. Для кого мы делаем наши продукты? Для преподавателей и сотрудников вузов, для руководителей и сотрудников библиотек, в том числе и в основном вузовских, но не только, для учителей, для работников дошкольных учреждений, для издателей, для аспирантов, студентов, ну и обобщение для всех, кто учит и учится. Не зря я сказал о том, что мы будем говорить про онлайн-школу для образованцев, давайте так вот в кавычках назовем, нас всех. Вот, то есть для тех, кто имеет, кто учит или учится. Вот, непосредственно или занимается администрированием этого процесса, это не так важно. Вот, таких специализированных онлайн-школ на самом деле не так много. Вот, все-таки онлайн-школы, как правило, имеют некие другие направленности, либо совсем общую направленность, либо конкретные направленности, например, IT, очень популярное направление, ну, либо какую-то специализированную направленность, связанную с деятельностью. Вот, так вот, мы онлайн-школа для тех, кто имеет отношение к образованию. Какие темы у нас достаточно частые? Методика, дидактика, технология в образовательной деятельности, онлайн-обучение и электронный контент, информационные технологии, проекты и продукты компании Директ Медиа, науковое образование. А, кстати, у меня в конце есть аналогичный слайд, там немножко, он пересекается, но немножко про другое написано, потому что здесь я имел в виду некую конкретику, а там некие классы, классы тех курсов, которые мы используем в наши... Да, и здесь я говорю и про вебинары, и про курсы, а там исключительно про курсы. Так что, если вам покажется, что они немножко противоречивы, вот я объяснил, почему это так. По цифрам. В нашей истории уже за 7, да, наверное, лет, или уже 8-й год пошел, с 15-го года мы... Не, наверное, 7 еще лет. Седьмой сезон мы так считаем, потому что у нас, когда мы начинали, мы начинали с отдельных вебинаров продуктовых наших. Этот год, наверное, еще не стоит считать годом Директ Академии. Вот. Итак, около 1400 проведенных вебинаров. Даже захватывает дух, что не верится, что столько 7 вебинаров мы провели. Вот. Это имеется в виду вебинары как курсовые, так и наши бесплатные вебинары. Примерно 70 проведенных курсов. Тут я хотел бы отметить, что наши курсы — это всегда события. То есть очень многие онлайн-школы или ЭБС, которые этим занимаются, хвастаются сотнями онлайн-курсов, которые выложены у них как контент. Но мы не проводим курсы как контент. У нас нет курсов как контента. Мы в Директ Академии, у нас каждый курс — это учебное событие. То есть мы его запускаем, мы его проводим. У нас есть обязательно синхронные мероприятия, то есть вебинары. Есть асинхронные мероприятия. У нас проходит определенное время, как правило, около месяца. Дальше проверки, домашние задания, выдача сертификатов и удостоверений — это все реальное обучение. Я, честно говоря, очень плохо отношусь, когда контент называют курсом. Ну да, можно, конечно, сделать некий объем, дать некий объем информации, в конце присоокупить какой-то тестик и назвать это курсом. Мы таких курсов не проводим, считаем, это профанацией во многом. Наши курсы полноценные, поэтому 70 проведенных курсов — это достаточно много. Через нас прошло примерно две сотни спикеров и почти 100 тысяч участников вебинаров. Это вообще какие-то умопомрачительные цифры, нам самим трудно в это поверить. Ну, если учесть, что в российском образовании, ну, не вообще в российском, а в русскоязычной части, то есть те, кто к нам ходят, хотел бы сразу оговориться, много стран, из многих стран к нам приходят люди, чтобы слушать наши вебинары и участвовать в наших курсах. Так вот, 100 тысяч — это не так уж мало на самом деле, но и не так уж много. То есть это реально у нас в образовании, включая дошкольное образование, очень много занято людей, поэтому мы эту цифру будем еще увеличивать. Наш YouTube-канал, как я уже говорил, более 11 тысяч подписчиков, сейчас примерно 11 300, если не... И где-то за год к нам добавляется процент... Ну, то есть в год мы растем процентов на 30 от того, что уже накопленного. То есть я надеюсь, что этот год мы закончим, ну, если, конечно, не отменят YouTube и вообще нашу более-менее спокойную жизнь. Ну, спокойную уже отменили. Ладно, не буду над этим говорить об этом. Если не будет дополнительных стрессов, то я думаю, что этот сезон мы закончим примерно с 15 тысячами подписчиков, может и больше, не знаю. На нашем YouTube-канале уже примерно 1700 часов записи наших вебинаров. Вообще говоря, наш канал, это канал компании Директ Медиа, ну, так уж получилось, что в медийном формате вещаем в основном мы, то есть Директ Академия, а и 95 примерно процентов того, что на нашем канале хранится, это записи наших вебинаров. Так вот, их вот огромное количество. То есть, вообще говоря, перед тем, как вполне можно наш канал поставить себе в закладки, и если у вас возникает какая-то методическая, дидактическая задача или вопрос, инструментальная задача, вы можете вполне начать поиски с поиском по нашему каналу. Вполне возможно, соответствующий вебинар уже у нас проводился. Тем более, что все вебинары у нас снабжены достаточно хорошим описанием, и в нем вы можете... в нем хранятся не только названия, но и анонсы наших вебинаров, поэтому можно там хорошо все обнаружить, хорошо искать. Про прошлый учебный год мы провели примерно 230 вебинаров, 25, если не изменяет мне память, онлайн-курсов. Десятки тысяч человек посетили наши вебинары, ну и это достаточно хорошая по объему программа. В этом году мы будем действовать примерно в том же ключе. Количество вебинаров, наверное, увеличивать мы уже не будем, мы и так проводим более чем... в среднем более чем по одному вебинару каждый день. Вот, достаточно много. Вот, мы не хотели бы распылять наших слушателей уже по... еще более многочисленным вебинарам, вот, так что, наверное, где-то вот в районе 230 вебинаров так и останется. Я хотел бы отметить, что кроме Директ Академии, точнее, кроме опубликованной программы Директ Академии, мы еще небольшое количество вебинаров проводим по заказам наших клиентов, вузов, иногда публичных библиотек и так далее. Вот, ну, это несколько десятков, как правило. Вот, ну, это вот что касается цифр. Далее, кто наши спикеры? Ну, тут как бы по значительности они приведены в порядке, да, но на самом деле надо читать почти что с конца. Это, прежде всего, это, конечно, эксперты в каких-то областях, издатели, библиотеки, первые лица компании, известные ученые, авторы популярных книг, руководители государственных органов иногда к нам приходят, да, деятели образования вообще в целом, ну, и вендоры IT-решений, которые используют нашу площадку для продвижения своих продуктов. Если они интересны, то почему бы и нет, это одно из наших направлений деятельности. Вот только малое количество логотипов тех компаний, университетов, которые у нас были. Вот, и мы гордимся тем, что с ними сотрудничали. Это... К нам часто приходят ребята из Википедии. Как правило, мы в год один-два вебинара посвящаем работе с ними. Я считаю, мы с ними одно дело делаем, просветительское, да, поэтому я люблю их приглашать на наши вебинары. Компании такие, как Гиперметод, Мувави, Скаэнг, открытые технологии, многие университеты, я вот тут отметил только Костромской государственной университет, потому что от них выступал ректор университета. Он, правда, выступал не только как вектор, но и как активный вики-администратор. Вот такие у нас ректоры сейчас тоже есть. К счастью, очень интересный человек. А также общественные организации, вот такие, как Теплица социальных технологий, у нас несколько раз выступала. Ну, и многие другие. Просто не поместилось бы здесь, много кадров не хотелось сделать. Мы выдаем нашим слушателям наших вебинаров сертификат. Вот так он примерно выглядит. Сертификаты платные, но стоят не очень дорого, в районе 199 рублей. Вот так что милости просим, в том числе и по этому вебинару вы можете получить сертификат. Мы уже три года имеем образовательную лицензию, именно поэтому мы можем после окончания наших... Ну, вебинары мы и так могли проводить, собственно. Вот вебинар как просветительская деятельность, а не как образовательная. имели право. И даже курсы под видом информационной деятельности тоже могли проводить. Но после получения этой лицензии мы имеем право выдавать вот примерно такое удостоверение. Это бумажное удостоверение на специальной бумаге. Государство подтверждает, что мы имеем право проводить вот такую вот деятельность. Очень приятную награду мы получили за свою просветительскую деятельность в 2019 году. Вики-премию 2019 года в номинации «Свободные знания» за многолетнюю деятельность популяризации свободных знаний. Здесь Вики-сообщество отметило нас не только как вебинарную площадку, но и как за то, что мы выкладываем наши записи вебинаров под свободные лицензии. То есть мы участвуем в том, что они называют «свободные знания». То есть мы позволяем наши вебинары масштабировать. Нет, масштабированные — это, наверное, не то, слово, да, позволяем их использовать повторно. Их части свободно, без платы, вот просто со ссылкой на нас. Да, ну вот такой вот у нас в кабинете директора стоит вот такая вот одна из таких призов от Вики-сообщества. Ну и здесь все-таки стоит вопрос, чем мы все-таки занимаемся, просвещением или обучением. На самом деле, как я уже говорил, шутил про двуглавого орла, а здесь вот такой вот трехглавый парень. Мы занимаемся, конечно, и темы другие. То есть в моем представлении просвещение — это такое обучение light в некотором смысле. То есть обучение, результаты которого не контролируются, но объем его зато достаточно обширен. И области знания, по которым это проводится, тоже достаточно обширны. То есть, условно говоря, чтобы мне быть узким специалистом, мне, кроме этого, надо быть очень широким, пусть и никудышным, но очень широким, в кавычках, специалистом по разным областям знаний. Если я узкий специалист и совсем ничего не знаю в смежных областях, то это плохо. Это значит, что на самом деле моя узость в конце концов скажется на чем-то. Поэтому наши вебинары — это просветительская деятельность. А обучение — это наши курсы. Мы не можем обойтись одной просветительской деятельностью. Мы хотели бы еще, чтобы конкретные результаты, не результаты в виде вот этого образовательного гумуса. Я слово «гумус» употребляю не в уничижительном смысле, а наоборот, в хорошем. То, та земля, на которой прорастает знание. Но мы хотели бы также и обучать, то есть давать конкретные результаты, чтобы люди приобретали, как это сейчас говорится, конкретные компетенции, могли после наших курсов что-то сделать, что повысит их самооценку, повысит их конкурентность, конкурентоспособность на том рынке, на котором они хотят присутствовать. позволяет им сменить область приложения своих умений и так далее. Вот для этого служат в основном наши курсы, ну и в некотором смысле вебинары тоже. То есть не то, чтобы вебинары и курсы занимают абсолютно противоположные части спектра нашей деятельности, они все-таки взаимосвязаны и перекрывают друг друга. Вот так бы я хотел обозначить эту дилемму. Кроме того, мы вообще к просветительской деятельности очень хорошо относимся, и в других видах нашей деятельности тоже стараемся с просветителями дружить. Вот, например, в 28 июня у нас состоялась очная конференция. Сейчас приходится говорить, применять слово «общее». Раньше, когда ты не применял слово «онлайн», все понимали, что это оффлайн-конференция. Теперь наоборот, когда говоришь «просто конференция», все понимают, что это онлайн-конференция. Поэтому надо говорить, что это очная конференция. Вот мы провели в Сколково общую конференцию по новым тенденциям в дополнительном образовании. И целую секцию, не секцию, а целый участок нашей конференции был посвящен просветительской деятельности. Мы пригласили трех известных видеоблогеров-просветителей. Это был Владимир Сурдин, просветитель в области астрофизики, астрономии. Это был Алексей Водовозов, просветитель в области медицины. И это была Софья Багдасарова в области истории искусства. Очень известные блогеры. Они нам сделали совершенно замечательную вот эту секцию нашей конференции. Кто хочет, я, к сожалению... А давайте я прямо сейчас вам найду эту... И ссылочку вам дам, потому что посмотреть их выступления, на мой взгляд, имеет смысл. Это было очень интересно. Я прямо дам вам ссылку на... на лендинг нашей конференции. А там вы уже сможете найти записи всех наших выступлений. Записи все выложенного, открытый доступ, разумеется, как и все остальное, что мы делаем. Вот. Это можно посмотреть. Вот. Ну, насчет вот этого двуглавого или трехглавого орла хватит. Давайте вот теперь по тому, что... как мы себя чувствуем и как это соотносится с тем, что делают другие. Кто наши клиенты, во-первых? вебинарах, если речь идет о курсах. А в вебинарах, конечно, более широкий круг. Там можно про другое говорить. Но мы больше все-таки будем говорить о курсах, потому что я обещал про онлайн-школу. Итак, прежде всего это физические лица. То есть мы работаем на рынке B2C. Наши услуги покупают в основном люди за свои деньги. Далее это юридические лица в рамках объявленных курсов. То есть мы объявляем наши курсы, и на него тоже приходят, по сути дела, как физические лица, отдельные представители компании, но платит за них компания. Это второй случай. Но и мы еще проводим специальные курсы для юридических лиц B2B. То есть приходит компания, университет, библиотека или коммерческая компания и говорит, нам нравится вот этот курс, мы хотим заказать его для своих сотрудников. В некотором смысле то, что мы научились работать с физическими лицами, было для нас неожиданностью. Вот. И я, честно говоря, в эту форму... Ну, когда мы начинали вот деятельность нашей... Честно вам скажу, как руководитель онлайн-школы, когда мы начинали нашу деятельность по курсам, у нас были некие идеалистические представления о том, как мы их будем продавать. Мне казалось, что основным как раз будет продажа для юридических лиц, что мы будем интересны университетам, будем общаться с университетами и продавать им наши курсы. В этой деятельности мы не очень сильно преуспели. Вот. И пошли в B2C. И оказалось, что мы интересны широким... То есть люди, преподаватели, библиотекари, учителя готовы платить собственные деньги за наши курсы. Меня это на самом деле очень сильно греет, потому что я именно так вижу полезность. К сожалению, когда за человека платит учреждение, особенно когда это вот курс специально для кого-то сделанный, пусть меня корпоративщики простят за это, но заинтересованность и вовлеченность людей в обучение в случае B2C гораздо выше. То есть это люди, которые готовы не просто тратить свое время, но готовы реально получать результаты. Ну, во многом, конечно, никогда не бывает стопроцентное покрытие, но это люди, которые готовы тратить свое время и действительно совершенствоваться. Когда речь идет о специальных курсах для юридических лиц, мы видим гораздо меньший процент людей, которые хотят это делать. То есть очень часто это происходит так, что начальство-то хочет обучить своих людей, а среди той группы, которую она нам присылает, 10-20 человек или сколько. Ну, процентов 10 только реально хотят, а остальные просто отбывают номер. Вот, да, конечно, продажа курсов на рынке B2B – это очень выгодно, потому что практически процесс продаж, он становится более простым, но процесс преподавания, он становится несколько более сложным. Вот, вот есть такие нюансы. В общем, короче говоря, мы хорошо научились работать на рынке B2C. И второе нам дается, ну, поскольку, то есть люди приходят точно такие же, как правило, они же сами и приходят, просто они умудряются получить поддержку от своего юридического лица для своего обучения. Вот, что касается третьего пункта, мы сейчас в этом направлении работаем более пассивно. В том смысле, что компании сами к нам приходят в результате нашей маркетинговой деятельности в области B2C и говорят, что мы хотим у вас заказать тот или иной курс. Так что развитие на рынке B2B для нас еще возможно впереди. Вот, с первого, насколько нам это не удалось, ну, может быть, в дальнейшем это нам удастся. А, коллеги, если, еще раз хочу сказать, что если среди вас есть сейчас те люди, которые аналогичные трудности испытывали или преодолели эти трудности, ваши реплики в чате я с удовольствием восприму. А вот вижу два вопроса, извините, тут так, от Дениса Гусева. По завершении вебинара будет доступна для скачивания презентации? Она уже сейчас доступна. Зайдите в... Есть такая кнопочка файла, и она там доступна. Ссылка, на которую ведущий предложил внимание, академический конференц-менеджмент, выдает следующий... Созда... Ой... Не может быть. Ну-ка, минуточку. Точку уберите в конце. Точка вошла... Я прошу прощения. Точка попала в... В адрес, который я разместил... Перед всеми, извиняюсь. Вот, уберите точку из адреса, и тогда попадете туда, куда она реально ведет. А так получилось, видимо, что перенаправилась на какую-то... Это не наше. Про тильду... Это от самой тильды информация. Так, спасибо. А я иду дальше. О чем еще бы я хотел сказать? Откуда к нам приходят участники курсов и слушатели вебинаров? Вот это тоже важный момент для руководителя онлайн-школы. Откуда приводить людей к себе? Как заинтересовывать людей? Особенность нашей онлайн-школы, что большинство людей к нам приходят по рассылкам по собственным базам. Нюанс заключается в том, что изначально у нас некоторые базы были, связанные с деятельностью компании Директ Медиа. Это подписчики наших продуктов, таких как Университетская библиотека онлайн и другие. С тех пор, конечно, мы обзавелись собственными базами. И, в частности, база участников наших вебинаров является наилучшей базой для рассылки по дальнейшим вебинарам. Наилучшая раскрываемость, наилучшая кликабельность и так далее. Вот, честно говоря, когда я начинал свою деятельность в качестве руководителя Директ Академии, я не думал, что это будет настолько важным, и что именно с рассылок будет приходить большинство наших людей. Возможно, это связано с тем, что мы недостаточно хорошо сумели работать в других областях. Не знаю. Очень важным источником прихода людей на наши курсы является переток из вебинаров в курсы. То есть те люди, которые приходят к нам на вебинары, они могут прийти на наши курсы либо по нашим рассылкам, либо непосредственно из вебинара, послушав... Перед каждым курсом мы проводим промо-вебинары, и те люди, которым понравился данный спикер, они часто приходят на курсы. Это второй очень важный источник наших участников. Далее, маркетинговая деятельность партнеров. То есть если вы работаете с какими-то партнерами, а тут есть разные варианты, например, другие онлайн-школы. Вот, мы, например, партнерствуем с онлайн-школой, которая называется Ракурс из Санкт-Петербурга. Вот, и мы проводим перекрестные рассылки, и это тоже очень хорошо для нас. То есть приходят свежие люди абсолютно на наши курсы. Это очень здорово. Другая часть маркетинговой деятельности партнеров – это когда партнеры ведут у нас свои собственные курсы и продвигают их, в том числе, и по своим собственным базам, ну, любыми путями, какими могут. К таким может относиться, например, курс по антиплагиату, который с успехом у нас будет проходить вот уже в четвертый раз в октябре этого года. Вот, это тоже очень важно, когда люди приводят своих людей. Ну, в частности, это могут быть не только партнеры юридические, но и физические. Например, авторы наших курсов. Если у них есть, скажем так, некая прикормленная аудитория где-то в какой-то соцсети или еще где-то, то они с большой охотой идут тоже на курсы. Далее, естественный трафик нашего сайта. То есть люди, которые приходят к нам просто с поиска или как-то узнав о нас по ссылкам и так далее. У нас достаточно большой тоже трафик. Далее, активности в социальных сетях. К сожалению, пока из социальных сетей к нам приходит небольшой процент наших участников. Но все-таки приходят. И самое главное, что приходят совсем свежие люди. То есть те люди, которые не засветились в наших базах рассылки. Это очень важно. Далее, два пункта, которые мы попробовали, но с очень переменным успехом. Я не поставил здесь отрицательно, но знак минус. Но тем не менее, это SEO и реклама в социальных сетях. Честно говоря, я по началу своей деятельности думал, что SEO будет приносить нам наибольшее количество наших участников. Но это оказалось не так. Возможно, у нас не было времени и желания попробовать это достаточно глубоко. Но у нас никак не получалось сделать SEO экономически выгодным. То есть стоимость привлечения одного участника курса, она была практически в ноль мы срабатывали. То есть сколько стоил один участник на входе, столько он приносил на выходе. После этого мы эти эксперименты пока прекратили, но это не значит, что навсегда. Примерно то же самое, даже немножко хуже, это реклама в соцсетях. Тоже, как мы не настраивали тонко нашей аудитории, ничего у нас с этим не получилось. Если сравнивать количество лидов, которые мы получали по рассылкам с одного и того же лендинга, и по SEO и рекламе в социальных сетях, то рассылки на голову выше по эффективности получались у нас. Ну и еще то, что мы собираемся в ближайшее время попробовать, это реклама в YouTube. Я имею в виду нативную рекламу, то есть когда популярный какой-то видеоблогер объявляет, посвящает часть своего очередного выпуска рекламе курса. Вот, это должно быть достаточно дорого, но по некоторым оценкам достаточно хорошо работает. Посмотрим, может быть в следующем году я вам расскажу, что это работает или нет. Немножко о формате наших курсов. Наши курсы почти что стандартизованы, то есть их типовой объем 72 академических часа, имея в виду все-все часы, не только синхронные, но и асинхронные. Из них занятия в виде вебинаров, как правило, от 8, 10, совсем редко 12 вебинаров по 2 академических часа, то есть такие полтора часа астрономических, как говорится. Также асинхронные занятия в группе, это очень важно на самом деле, чтобы в курсе присутствовали и синхронные, и асинхронные занятия. А именно в асинхронном формате, то есть занятия в группе какой-то соцсети или в форуме каком-то, это не важно, какая форма, приблизительно это одно и то же. Это, в общем, форум с вопросами и ответами. Самое главное, что это, ну, суть асинхронных занятий в группе, это так называемое коллаборативное обучение, когда не только автор работает со студентами, но и студенты друг с другом тоже работают в группе, видят домашние задания друг друга, видят вопросы друг друга и ответы преподавателя, могут и сами отвечать на вопросы слушателей. Это очень важно, когда такое происходит, это очень хорошо. Другое дело, что это не всегда удается автору организовать, в том смысле, что раскачать аудиторию асинхронно достаточно сложно. Ну, на то и есть синхронные занятия, чтобы время от времени подстегивать людей к некой собственной деятельности. Да, ну и кроме того, асинхронные занятия, это, кроме того, это ведь самостоятельная работа студентов с домашними заданиями, вот, а без этого результат не получается. То есть, когда люди просто слушают вебинары, это даже по практикоориентированной теме, как вот у меня тут третий пункт обозначен, курсы все практикоориентированы, у нас нет теоретических курсов, все равно просто прослушивания вебинаров недостаточно. Важно, очень важно участвовать в асинхронных занятиях. Ну, и индивидуальные консультации в том смысле, что либо в той же группе, либо отдельно с участниками происходит обсуждение их домашних заданий. Это очень важно. Также индивидуальные консультации предусмотрены несколько в ином ключе. Сейчас я об этом с вами поговорю. Всех наших студентов мы подразделяем на три формы участия, соответственно, они же и три разных тарифа. Это слушатель, активный слушатель и ВИП. Слушатель – это наименьший тариф для тех, кто, ну, скажем так, видит в курсе исключительно информационный материал. То есть это человек, который получает доступ к вебинарам, ну и практически все. То есть он еще может задавать вопросы и может делать домашние задания, но преподаватель ему отвечает только «да», «нет». То есть «да», «выполнено», «не выполнено». Активный слушатель имеет право также на активное обсуждение домашних заданий, развернутые со стороны преподавателя. Ну, а ВИП-слушатель также имеет доступ к консалтингу. То есть он может прийти к преподавателю со своей задачей, которая соответствует задачам курса, вот, и попросить помочь решить эту задачу. Вот, честно говоря, вводя тариф ВИП, мы не думали, что кто-то будет его покупать. Ну, так, на всякий случай ввели, чтобы была такая возможность. Но по некоторым, вы знаете, по некоторым курсам очень активно этот тариф тоже покупается. Вот, так что вот три таких степени вовлеченности. Мы считаем это правильно. С одной стороны, дать людям возможность, соответствующие их финансовые возможности, а с другой стороны, дать возможность выбора степени вовлеченности. Вот, это вот наш собственный опыт, и я вижу, что он, ну, если не на 100%, то он во многом соответствует опыту других онлайн-школ. Многие онлайн-школы дают возможность выбора различных тарифов. Иногда их даже больше, там, до пяти различных и так далее. Но мы так далеко не пошли, мы посчитали, что три – это вполне достаточно. Новый формат курсов, который мы хотим попробовать в этом году – это мастер-классы. Мне пока нечего о них говорить. Я даже не знаю, пойдут они у нас или не пойдут. То есть, с экономической точки зрения, окажутся ли они возможными для нас. Но мы их попробуем уже в конце сентября. Я пока не могу дать вам ссылку. Я думаю, что на этой неделе я сделаю ее. Марина Орешко будет у нас первый мастер-класс вести. В чем суть мастер-класса? Это мини-курс. Мини-мини-курс. В том смысле, что он мини настолько, что его можно дать в одном вебинаре. Правда, расширенном по отношению к нашему часовому формату. Это объем 2-4 академических часа. То есть, от полутора до трех часов физических. Все в одном вебинаре. То есть, может, с перерывом, но не уходя неделя на несколько частей. Только практические темы. То есть, без домашних заданий, но с практикой прямо на вебинаре. То есть, это обязательно какой-то показ, демонстрация. Или даже совместная работа с коллективом участников. Это наличие некоторых дополнительных материалов. Условно назовем их раздаточными материалами. В виде файлов каких-то полезных по теме вебинара. Ну, и главное — это получить итог от мастер-класса. Малая, но ощутимая полезность. То есть, малая, потому что ты это делаешь за полдня практически или даже меньше. Но полезность... То есть, понятно, что за полдня нам нельзя, например, выучить язык программирования. Или стать программистом. Но какую-то ощутимую полезность получить можно. Например, усовершенствовать свои знания вот в такой-то области. Слово «знание» здесь надо иметь в виду свои навыки в какой-то области. То есть, ты после мастер-класса становишься немножко более умелым. Вот так вот. Ну, и, разумеется, мастер-классы будут иметь меньшую стоимость, чем курсы. Гораздо в разы меньшую. Вот, поэтому доступность их будет гораздо выше, чем у курсов. Ну, впрочем, посмотрим. Уже через 2-3 месяца станет понятно, пошла это у нас форма или не пошла. Вот, собственно, нас на эту форму сподвигла та ситуация, в которой мы сейчас с вами находимся, стрессовая. Есть предположение, что люди в меньшей степени готовы сейчас идти на крупные... Во-первых, на крупные траты. Даже не столько крупные траты денег, сколько крупные траты времени. Вот, и это достаточно важный момент. Ну, что люди готовы идти на какие-то быстрые, концентрированные формы передачи знаний. Посмотрим, пойдет это или нет. Какие у нас наиболее востребованные темы? Как я уже говорил, да, это вот примерно тот же был. Подготовка аудитории к теме. Я, честно говоря, пока не знаю, в какой форме будет. Я думаю, что у нас будут достаточно подробные рассылки по мастер-классам. В какой форме, я пока еще не решил. Вот, но с точки зрения, с экономической точки зрения делать мастер-классы имеет смысл в том смысле, когда компактно все. В том числе не только подача, но и компактные продвижения и продажи. Другими словами, вот мы хотим задействовать инструмент Webinar.ru по платным вебинарам. То есть убрать менеджера по продажам. То есть это должны быть автоматические продажи. Вот, и мы хотим убрать продвинутые длинные лендинги, остановиться на лендинге вебинара, но дать его более подробно, чем обычно даем в вебинаре. Вот такой у нас посыл. Как у нас получится, не знаю. И авторы у нас пока еще к этому не все готовы, да, но будем пробовать. Вот, какие у нас наиболее востребованные темы? Это инструменты, различные инструменты, прежде всего, ну, как говорится, soft skills, какие-то инструменты, программное обеспечение, сервисы, интернет-сервисы, что-то такое. Некие организационные, может быть, инструменты тоже, как организовать свою работу. Далее, очень востребованная тема – это научная, учебная и административная деятельность на своем рабочем месте. Так как преподаватель у нас занимается научной деятельностью, то темы по научной деятельности у нас хорошо идут достаточно. Ну, и по учебной, разумеется, тоже. Далее, что касается личности, психология, когнитивная деятельность, работа с речью – вот это тоже у нас идет неплохо. Ну, по крайней мере, в последнее время мы к этой теме пришли. Это не тема, это категории тем, скажем так. Вот, пришли, и это, ну, да, люди стали больше смотреть на себя, как не выгорать, как работать с собой, как продуктивно работать и при этом, в общем, оставаться в тонусе. Вот такие вот вещи достаточно хороши. Ну, и всякие дидактические техники, особенно новые, особенно связанные с новыми технологиями, тоже достаточно хорошо у нас продвигаются. Примеры этих курсов я как раз приведу в самом конце нашего вебинара. Некоторые из наших курсов, которые пройдут в ближайшее время, как раз подпадают под вот эти пункты. Пожалуй, кроме третьего пункта, они у нас в основном во второй половине года проходят, поэтому вот примеров не будет. Вот, а теперь я хотел бы среди вас провести опрос. Я уже этот опрос проводил в социальных сетях, получил некоторые ответы. У нас очень важный, вроде бы, технический момент, но на самом деле он не такой уж и технический. Это как компоновать нам наши курсы по времени и интенсивности. Во-первых, когда их проводить? Во-вторых, как часто их проводить? Речь идет о синхронных занятиях, не о синхронных. А синхронные, понятно, вы можете регулировать почти что сами. А вот такая вводная. Представьте себе, что вы хотите купить какой-то курс. Курс, скажем, уже приняли решение, деньги отложили. Курс включает в себя 8-10 вебинаров. Длительность одного вебинара, два академических часа. Это заданные вещи. Вот, и теперь у меня к вам два вопроса. Первый, в какие дни недели и часы лучше проводить вебинары курса? А второй, как часто проводить синхронные, прошу прощения, тут ошибочка, синхронные занятия, вебинары. И давайте я попробую сейчас запустить опрос, который я заранее сделал. Так, и посмотрю, как он выглядит. Честно говоря, впервые запускаю в вебинаре.ру опрос. Вот, видите ли вы опрос на своих? Сейчас я начинаю голосование. Вот сейчас видите? Да, видите, да? Ну, прекрасно. Давайте попробуем. К сожалению, я не вижу здесь... Ну, я о чем-нибудь буду говорить пока, а вы, пожалуйста, голосуйте, если видите. Все, потому что я со стороны спикера вижу только кнопочку «Завершить голосование», и голосование запущено, идет сбор данных. Давайте дадим время, потому что у нас здесь все-таки присутствует там... Сколько сейчас? Почти 30 человек. Вот, я хотел бы, чтобы как можно больше людей проголосовало. Мой опрос в соцсетях привел к некоторым неожиданным для меня результатам. Но, правда, он был недостаточно репрезентативным. Так, ну вот прошла минута. Давайте еще полминуты. Я прошу всех, кто присутствует, проголосовать, даже если это вам кажется неактуальным. Все-таки хотелось бы собрать как можно больше. А вот, оно само завершилось почти. Так. Ну, давайте завершаю голосование. Так, я вот только не знаю, останется ли мне это доступно или нет. Так, вот здесь у нас победила по рабочим дням в 12.00. Либо по субботу вечером. Странный результат немножко. Ну и победила один вебинар в неделю. Тоже странный результат на самом деле. Давайте я завершу голосование. Вот он. Наверное, этот результат сейчас вам виден. Вот. То есть этот результат немножко контринтуитивен для меня. Потому что мы ждали, что слушатели захотят интенсиво. В сложившейся сейчас стрессовой ситуации было предположение, ну, высказанное одним из уважаемых участников образовательного сообщества о том, что... Вот, кстати, на нашей конференции о том, что люди захотят компактности и те же самые курсы, данные в более компактной форме по времени, могут вызвать больше интереса. Но вы тут высказались даже за больший разброс, то есть за то, чтобы проводить один вебинар в неделю, а значит проводить аж два... Один курс два месяца. Но мы так тоже проводили, но я не заметил, чтобы на эти курсы приходило бы больше людей. Что касается, какие дни недели. По рабочим дням 12 часов понятно. К сожалению, это время занято у нас вебинарами и в параллель проводить не очень удобно, поэтому мы используем, как правило, 13 или 15 часов. Такие ответы тоже есть. И в 18 часов люди тоже активно голосуют. В соцсетях у меня тоже победило 18 часов. Это тоже для нас контрпродуктивно, потому что мы на самом деле рассчитывали на то, что люди это делают для работы и, соответственно, могут это делать на работе. Чем еще 18 часов для нас не очень удобно, хотя мы некоторые курсы проводим в это время, это тем, что страна-то у нас большая. И в Москве, когда 18, в Новосибирске 22, в Красноярске 23, если не изменяет память, ну и так далее. То есть мы отсекаем точно Восточную Сибирь и Дальний Восток, несмотря на то, что оттуда к нам приходит не так много вопросов. Олег, в чем некорректность, что вы не поняли? Я для себя поправлю, если вы поговорите. Ага, все преподаватели нужно свои занятия готовить. Ну понятно, да, есть такой момент, понимаю, да. Но обычно мы считаем, что если проводим в 15 часов, то люди в основном уже свое отвели. Понимаю, что не всегда так. Ну что ж, может быть мы будем чаще проводить в 18 часов. Очень жаль отсекать наших людей. Все-таки солидарность с нашими восточными регионами, это тоже важно. Хорошо, спасибо. Давайте я вернусь к презентации. А вот теперь то, как мы в основном это делаем сейчас. Мы проводим в рабочие дни 13, 13 или 15 часов в основном. И проводим два раза в неделю по рабочим дням. То есть относительно интенсивно, но не так, чтобы совсем интенсив. Вот такие у нас сейчас расклады. Возможно, придется как-то откорректировать. Но может не в ближайшее время, потому что ближайшее уже согласовано с авторами. Тут вопрос еще в том, чтобы как бы авторы могли это в это время проводить. Ну что ж, запомним ваши выборы. Будем как-то пробовать по-другому проводить. Так, ну и вот в конце хотел бы показать те курсы, которые у нас будут в ближайшее время. Они же должны... Ну вот я тоже считаю, что это приемлемо. Это может быть не оптимально, но приемлемо. Вот приемлемый вариант на самом деле тоже неплох. Всегда в оптимум не выстрелишь. Так тоже бывает. Причем я-то думаю, что здесь в основном сейчас присутствуют люди наших центральных регионов. Поэтому они перетянули на сторону, как им удобно. Понятно, что в основном надо работать, чисто с экономической точки зрения, надо работать на тот регион, который больше покупает. Но все-таки я считаю, что солидарность должна быть общая на уровне страны, а не на уровне региона. Тем более, что нашим странам ближнего зарубежья, которые находятся тоже плюс два, плюс три часа, о них тоже надо думать. От них приходит достаточное количество людей в настоящее время. Вот, ближайший наш курс, и он попадает под понятие инструментария. Это наша самая первая строка, о которой я говорил. Это основа учебной презентации, инструменты, методики, дизайн. Настя Пахарухова, замечательная наша спикер. Вот, она, кстати, послезавтра будет свой вебинар читать. Приходите и приходите на ее курс. Он достаточно хорош. Это вот пример, как чистый пример soft skills, чистый пример инструментария. Когда вы приходите, зная один PowerPoint, и очень слабо, а выходите уже таким накачанным человеком, который умеет делать презентации. Конечно, презентации — это не все, что нужно преподавателю, но это тот вид материалов, который очень часто используется. Поэтому... Олег, посмотрите наверх. Ой, я прошу прощения, по-моему, я не расшарил. Минутку, сейчас я посмотрю. Разрешаю скачивание. Это хорошо, что вы настояли. Вот, я просто забыл расшарить. Вот теперь должно быть все видно. Коллеги, наверху у вас есть такая, надо мной прямо, такой ряд иконок. И последняя в ряду иконка, которая называется «Файлы». Вот в ней теперь есть презентация, которую можно скачать. Так как презентация содержит ссылки, я вам настоятельно рекомендую ее скачать. Вот это первое в сезоне наше. Второе — это академический конференц-менеджмент «Как организовать научную конференцию» — конгресс-семинар-воркшоп. Татьяна Артемьева, профессор из Санкт-Петербурга. Вот. И это как раз попадает в категорию научной деятельности, научной и административной деятельности в учебном заведении. Вот сто процентов бьет в этот. И знаете еще что? Этот раздел, он имеет некий особый статус. Несмотря на то, что им в открытых вебинарах интересуется малое количество людей, это не массовый сектор. Но зато он хорошо покупается как курс. То есть людей таких мало, но среди той когорты, которой, малой когорты, очень большое количество людей активны и готовы покупать такие курсы. Это же как касается и следующего курса. Современной технологии проверки научных учебных тестов на заимствование в системе антиплагиат. Наши коллеги из антиплагиата — это прямо вот курс от производителей. Они с нами сотрудничают. И вот четвертый запуск уже этого курса будет в октябре. Вот это тоже то самое административная и учебная деятельность. То, что в вузах наших очень сильно представлено. Антиплагиат используется. Поэтому вот курс пользуется популярностью. Это, кстати, тот курс, в котором очень много юридические лица покупают этот курс. Вот. Ну и тоже из этой же части — это технология подготовки успешной диссертации. Но тут уже более личностный аспект. Люди, которые хотят заниматься научной деятельностью и которые хотят получить степень, то есть как-то свою научную деятельность обозначить, они не иссякают. То есть этот курс мы проводим два раза в год. Обычно мы все курсы проводим раз в год. На больше у нас не получается, не набираются люди. А вот эти курсы мы проводим два раза в год. И достаточно успешно, набор достаточно хороший. Ну и авторы достаточно хорошие. Я хотел бы отметить вот Наталья Логачева. Мне кажется, что это лучший автор по данной тематике, потому что я посмотрел тут, какие предложения есть на рынке. Есть люди, которые эту тему тоже поднимают. Вот, ну, не скажу, что все. Но некоторые из них явно работают, знаете, на такую дешевую рекламу, делают типа инфобизнеса. А эта тема не та, которая не для инфобизнесменов. Да, это совсем другая глубокая достаточная тема. Вот Наталья глубоко копает достаточно. И курс у нее хороший. Ну и, наконец, тоже чистый инструментальный курс, который пользуется популярностью уже много лет у нас, это информационные технологии в библиотеке, классе аудитории. Марина Орешко, блогер, библиотекарь, преподаватель. Вот она работает с интернет-сервисами и программным обеспечением, которые могут вот в этой области помочь. Очень классный подход, методически выверенный. У нее есть объяснялки специальные на ее сайте. И сама она очень хорошо объясняет. Вот поэтому этот курс пользуется популярностью. Это тоже из области инструментария. Ну и последний курс, я тут прошу прощения, тут стоит октябрь 2021 года. Мы его будем в этом году запускать в феврале. Так что лендинг пока еще не переделан под февраль. Вот. Это активное восприятие, память, работа с информацией, современные методики. Это касается вот как раз психологии работы, активности мозговой деятельности, когнитивной и так далее. Это тоже третий класс, категория тем, которые у нас пользуются спросом. Вот. И, в общем, это все, что я сегодня хотел вам сказать. Если у вас есть... Вижу, там есть один вопрос. Если есть реплики, может быть, у кого-то есть свой опыт по всем темам. Я поделился практически всем. Ну, почти, может, еще что-то там есть. Вот практически всем, да. Вот, наверное, в других онлайн-школах совершенно другой опыт, да. Но у нас опыт вот такой. Он, с одной стороны, говорит о том, что мы такие, да, те, кто делает Директ Академия. С другой стороны, он говорит о том, что вы такие. То есть вы деятель образования, обучения, образованцы. Вот вы такие. Вот. Вас интересуют такие темы. Вы готовы работать так, а не так. И так далее. Но если будут альтернативные точки зрения, ну, вот, например, по времени, да, когда проводить они были, может быть, по другим тоже вопросам, то я с удовольствием вас выслушаю в любом виде. Вот в чате или или как-то ином виде. И вижу пока вопрос. Давайте отвечу на вопрос. А, ну вот по поводу, да, по поводу презентации, которая не скачивается, решили этот вопрос. Это моя проблема. Ну что, какие-то реплики будут. Давайте, может быть, кто-то из вас имеет свой собственный опыт. Ну, хорошо. Я хотя бы... О, спасибо, Елена. А, вот, как говорится, ваше участие в курсах, это наша, как там раньше говорили, это наша независимость, да. Вот. Ну что ж, мне осталось только дать информацию о том, всегдашнюю нашу информацию о том, что... Так, как это у нас о том, что сертификаты будут выданы примерно через 3-5 минут после окончания нашего вебинара. Сертификаты, кстати, тоже являются меньшей, но существенной частью нашего, нашей экономической деятельности. Вот, помогают нам оставаться на плаву, потому что мы, несмотря на то, что мы в компании существуем, но мы не на шее этой компании, мы наоборот приносим прибыль. И, вы знаете, для начала я хотел бы сказать, что, когда мы это начинали, для меня это было откровением о том, что мы можем быть не планово убыточными, а мы можем реально приносить прибыль вот в нашей аудитории. Но оказалось, что мы востребованы. Вот, будем стараться и дальше для вас работать. Что ж, коллеги, приобретайте сертификаты, чтобы мы были независимы. Приходите на наши курсы, а мы будем стараться сделать для вас новые, хорошие и бесплатные вебинары, и платные курсы. Будем работать для вас. До встречи!